На месте, что ли? Брат, только розетку включи. На месте, что ли? Ну что, подключайте. На месте мы. Брат, розетку включи, пожалуйста. А, погода. А, понятно. Ну тогда все. Еще не подключайте-то. Подключились уже. Ага. Вон, на другой стороны. Ну ладно, снимай. Вы нажмите видеокамеру. Ну, вот это я нажимаю, нету. А, нету. Я не поняла, что... Видеокамеру... А зачем? Мне сказали, что не надо подключать видеокамеру. А у меня еще и нету видеокамеры. Ну и не работает. Все. Вы участвуйте просто в занятиях и все слушайте. Ну я слышу, это хорошо слышу. Да. Ну и слушайте, нормально можете микрофон отключить. Чтобы шумов не было. Угу. Почему? Арина? Я не знаю. У меня видео нету. Ну выключайте микрофон, выключайте все. Хватит, мы уже слышали. Вот Сергея вижу. Убив тебя, Михаил Брат. Убив. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мира. Владислав Пономарев. Кто говорит-то? Нет. Другой это. ИИВ. ИИВ. Интересно. Да, да. Ага. Ну он сейчас подойдет попозже, тогда он нам перезвонит, потому что он занят чуть-чуть там. А нам перезвонить невозможно будет. Ну, ладно, пусть позвонит, мы его сами наберем тогда, сбросим. Ага. Хорошо. Хорошо. Ну что, давайте помолимся? Давайте. Отец наш Небесный, Господь, Христиан Христос. Молим тебя. Благослови занятия наши по Слову Твоему Святому Провести, чтобы это Слово привело нас к блаженной пристани к Царству Твоему Небесному. Слава Тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Игорь. Что-то немного нас осталось. Да. Вот Александр Морьясов, Фетия вроде как. А Игорь Тихович, а здесь? Здесь. Интересно, куда же он мне видео наблюдается? Слово Святой Духович, да. Не хотите подсказывать, как сделать? А вы выключите этот... Микрофон-то выключите. А, микрофон. Когда надо будет говорить, тогда включите. Так, надо этого подключить-то еще, Миша. Кого? Сергей или нау, в сети? Ермолаева 281. Есть у тебя такое? А, у меня нету. Нету? Ну, или давай. Сергей или нау, это... Ну, я его вроде подключал. Он мне ответил. Ну, ты попробуй. А, у меня я сейчас это так... А, третий секунд, где? Третий секунд. Вот сейчас вызываю. Сергей или на. Пока не отвечает. А это кто-то новый человек? Новый человек. Надо что-то говорить. Да, да. Здравствуйте. Нету, нету, нету. Потому что больше девяти в видео я... Сейчас я глажгу. У него тачаток, наверное, уже 12 больше. Деяние 16-я глава, да? Ну, да. Михаил? Да. Еще хочет Ермолаев участвовать. Давайте я его, это... Я вам перезвоню. Сбрось всех. Я вас всех наберусь. Ну, давай. Ну, вообще придумали. Нажимать? Да. Так. Так, так, так. 18-19 человек насыплял. А что случилось? Ну, надо вот еще одного человека просто добавить. Было. А у Михаила его не было. Ну, все, начинаем? Открывай. Сергей Львен с нами? Да. Здесь. Все, давайте начинаем тогда. Кто-то начинал читать уже? Читайте тогда. Сергей, начинай. Ты всегда делаешь, чтобы не со стороны. Ты всегда делаешь, чтобы прямая была. А я обычно Пупков читал, Сергей. 16 глава, 25-й, 40-й стих. 16 глава. Стияние, да. 30-й по 40-й стих, да? 35-го. 35-й. Хорошо. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать, отпусти тех людей. Темничный страж объявил Осен Павлову. Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром. Но Павел сказал к ним. Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу. А теперь тайно отпускают? Выпускают? Нет. Пусть придут и сами выведут нас. Городские служители пересказали эти слова воеводам. И те испугались, услышав, что это римские граждане. И придя, извинились перед ними и, выведя их, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, получали их и отправились. Толкование. И после того, как приказали воеводы, Павел не выходит из темницы. Но назинание Лидии, Парфина Продавницы и других устрашает воевод, чтобы не подумали, что они освобождены по чьей-либо просьбе. Он даже обвиняет воевод в том, чтобы они публично били их. Их ни в чем не обвиненных, и при том римских граждан. Видишь, часто поступали они так, как свойственно обыкновенным людям. Высказал же Павел это, то есть то, что они римские граждане, ни в чем не обвинены, для того, чтобы не показалось, что его освобождают как человека вредного и в чем-либо обвиненного. Что же касается темничного стража, так это Стефан, о котором упоминает Павел в первом прослании к Коринфянам. Когда говорит, крестил я так же Стефана в дом, а крестил ли еще кого не знаю, читаем в первом прослании к Коринфянам, 1 глава 16 стих. Не следовало оставлять в состоянии беспокойства и заботы жену, которая оказала им гостеприимство. Это о Лидии говорится, о новокрещенном. И они, несмотря на побуждение воевод, не хотели удалиться, не посетив простой женщины и других лиц, которых они называли братьями. О, сколь велики их смирение и любовь. О нас учат, будьте смиренны, смирения у вас нет. А вот смирение перед кем, в первую очередь, и перед чем? Им приказали покинуть этот город, но смирились бы, гонят вас, бегите. А нет, они не побежали. И пошли вот к этим новокрещенным братьям, к Лидии, которые недавно крещение приняла. И проповедовали им. Вот что такое истинное смирение перед Словом Божьим. Можно? Да. Хотел сказать здесь как раз о качествах христианина. Здесь вот они проявляют качество явно не трусость, а героическую преданность Слову Божьему и Господу нашему. А везде, когда люди начинают с нами беседовать, всегда начинают говорить, что вот вы трусы и так далее. Когда мы начинаем говорить о том, что нужно принять каноны Божии, исполнять их. А людям нравится исполнение своей воли, похоти своей. Поэтому, как говорится, нашла коса на камень. Но так как их большее количество, этих людей, они думают задавить числом. А Господь говорит, не бойся, малое стадо. То есть Христос христиан подкрепляет. Почему они такие мужественные апостолы? Почему они не дрогнули даже перед войнами? Потому что они выше любого воина были. Они были защищены броней и любви от той, о которой апостол Павел говорит по Ефесянам, шестая глава. Что нужно иметь для того, чтобы победить у Козни Стявола? Оказывается, что главное это борьба не против людей. Вот сейчас вот везде бьются чемпионы, чемпионы там, чемпионы здесь. По стрельбе, по боксу, по кикбоксингу. А главный чемпион, это если ты победишь и отразишь все раскаленные козни Лукавого, все стрелы его. Когда страсти, которые бушуют в тебе от этого врага истины, лжеца и человека-убийцы, о чем говорит Евангелие Атеана, 8 глава 44 стих, Сатаны. Когда ты победишь его, не просто отгонишь там, дашь ему пощечину, а победишь по-настоящему. И здесь, для того, чтобы победить Сатану, нужно было показать людям мужество перед этим гонением. А вроде бы ничего такого не было, настоящие гонения, там не говорится, что о проповеди была речь. А просто о правде и неправде, об истине шла речь здесь. И противостали апостолы этому, и победили, как мы дальше услышим. Вот такими нужно быть мужественными христианами, невзирая ни на что идти и благовествовать. Хоть нам и говорят, вы неправильно благовествуете, то нужно хорошо раздавать Евангелие, а то вообще уже дошли. Вы, говорит, Евангелие раздаете, это никакое не благовестие. Кто же так благовествует, раздавая Евангелие? Во-первых, Евангелие ты должен получить, если ты одно Евангелие дал, это уже чудо. А если ты раздаешь тысячами, ты должен задуматься с человеком, в чем дело-то? Откуда они взялись эти тысячи? Это сам Господь тебе слово дает в свои руки. И ты же не просто так идешь с этим Евангелиям, ты же оттуда еще слова говоришь евангельские людям. А они еще прочитают его, и не один может быть. И главное, чтобы это коснулось подрастающего поколения еще. Кормить. Еще что-то есть добавить или сказать? Ну, собственно, ничего такого. Ну вот, у меня мысль какая была, когда я читал эти строки, что... Что вот они как поступили. То есть нас, римских граждан, без суда, всенародно били. То есть они, ну, то есть они прям пошли, как будет сказать. И толковать, они говорят, почему они так именно сделали? Ну, чтобы спокойно, так смирененько, тихо там, и все. Ну, и зачем они, как бы, дыбу-то вот полезли-то вот на этот вот. А толковать, они говорят, для вот укрепления вот этой и той же Лидии. Они к Лидии потом пошли, чтобы те не подумали, что их выпустили как-то вот, ну, что они что-то плохое, что-то плохое они сделали. Так идите с миром, вот, вы сектанты, и на Далее скаелись, и тут не смущайте, и сами себе где-то там, как бы, людей не смущайте. Нет, ах, вы назвали нас сектантами, будьте добры, покажите, ответьте, и идики, в чем и где мы, что нарушили. Мы проповедуем Христа, допустим, дальше вот сейчас будем читать. Законы не нарушаем. Законы не нарушаем. Ах, вы боитесь, что мы называем его царем? Так он умер. Тех еще можно как-то оправдать, что они, там, вы эти возмутители всесветные пришли, тут, как бы, кесарь теперь нам не это. Ну, а что вы боитесь мертвого царя-то, если урон уже, как бы, нет, в чем дело-то? А для того, чтобы утвердить вот эти вот новокрещенные души, вот, в том, что они правы, что нет в них никакой лжи, вот, для этого они и оправдывают. То есть самооправдание не всегда есть грех. Вот, если ты прав, и тебя ложно обвинили, умея обстоять свои позиции, да, найми адвоката, докажи людям, что ты ни в чем не виновен. Для чего? Для того, чтобы те, которые колеблются, кого послушать, тебя, либо вот этих вот уже учителей, там, вот, они все-таки сделали правильный выбор. И мы, нам сейчас тоже вот столько обвинений в сторону Игнатия Тихоновича, и, там, обличите лапки на этот канал, вот этот, гонят его, клевещат. И можно промолчать, как бы не отвечать, но ради тех людей, которые ушли из общины, из наших послушав, и в том числе, может быть, и этих священников, и ради тех, которые придут, может быть, надо оправдываться, надо отстаивать истину, да. Согласно, вот опять же, Слово Божие. Смысл понятно моя, да? Да, понятно. А что? Игнати, ты что, с нами? Да, я с вами. Мы вас не видим. Ну, Сергей Ильин, говорите. Спасибо. Тут хотелось бы отметить... Нет, Игнати, подождите, Сергей Ильин хотел сказать. Секундочку. Сейчас ему слово. Погато вам. Можно, да? Да, Сергей Ильин. Да. Ну, ситуация такая, как бы, вот здесь апостол Павел, он использует для благовестия, для всего, даже те средства, что он римский гражданин. Да. Ну, вот это вы оскорбили не просто там человека, иудея, а вы оскорбили римского гражданина. Поэтому будьте любезны, извинитесь, так как я имею какие-то вот преференции перед... Я гражданин Рима. Вы должны извиниться. Они испугались и извинились. Это он использует для благовестия, для благой вести. Но, чтобы так себя вести, нужно за собой, конечно, что-то иметь. Иметь римское гражданство. Если ты ничего не имеешь, если ты не римский гражданин, а просто тебя даже могли побить, и ты ничего не мог сказать. Отпустили, и слава Богу. Апостол Павел, он пользуется тем, что римский гражданин. Вот, что я хотел сказать. Но гражданство нужно иметь, и римское, чтобы этим можно было воспользоваться. Но если бы он не имел гражданства, то тогда бы он тихо бы и ушел, как ты думаешь? Конечно, ушел бы тихо. Но сомневаюсь, сомневаюсь. Ну, если бы начал бы там... Его обвиняли в чем? Не был бы гражданином римским, он бы не мог бы тогда бы сказать, что вы должны принести извинения, и что вы меня били. Извинения в чем? В чем они его обвиняли? Давай вспомним. Ну, в чем бы не обвиняли? Они бы не смогли бы просто так бы... В чем бы не обвиняли? Нет. Римский гражданин, он уже... Он всегда... Он не ранее раз пользовался этим своим правом. Римского гражданин. А в власти нет ни Иудея, ни Иллина, ни римского гражданина. Это во Христе. Это во Христе. Это во Христе. А в мирском этом самом... Если ты не гражданин, например, России, ну, и ты гражданин какой-нибудь другой страны, ты не имеешь здесь никаких... Так же и везде. Если бы он не был римским гражданином, пусть он во Христе, конечно, там и не был никем, но... не иудеем, не эллином, но... не мужской пол, не женский, но... Он бы не мог бы сказать, что вы оскорбили римского гражданина. Вы не оскорбили просто человека. Вы не оскорбили там жителя Иудеи, или Тарса, или какой-нибудь другой там страны. Вы оскорбили римского гражданина. Будьте любезны, извинитесь, перед римским гражданином. Здесь сказано так. А потом уже он это, свой гражданство, использует, использует во благо благовестия. А не был бы гражданином, он бы ничего не мог сказать. Мало ли там что, они его обидели. Ну, обидели, высекли, выпороли, ну и... отпустили тебя, все, иди. Ну, бы еще бы там пытался бы что-то сказать, ну, еще бы разочек высекли для разумения. Вот так вот, я думаю, простите. Понятно, мысли уже. Игнать Тихонович, пожалуйста, вам слово. Вот Сергей Ильин сейчас говорил, он говорил абсолютно правильно. Римский гражданин, а в Римской империи насчитывалось по тем временам примерно 120 миллионов человек. Это почти весь свет тогдашний был. Так вот, установили такой порядок. Римский именно гражданин, имеет особое преимущество перед другими, как у нас сейчас депутатская неприкосновенность. Простого человека, его могут там, ты нарушил, смута была там, ударить и проще. Депутату не смеют этого сделать, пока не снимут с него депутатскую неприкосновенность. И апостол Павел не применил воспользоваться этим преимуществом. Не за то, что задержали, а били принародно. А закон гласил, если римского гражданина били принародно, то тот человек мог быть подвергнут наказанию в семь раз больше, я к примеру говорю, и даже смертной казни. И они испугались, потому что стоило прикрещать царь и дело, там что, он должен был немедленно был, без всяких проволочек отправлен быть к императору, вместе с тем, на кого он показал. И поэтому они испугались. Павел бы все равно проповедовал. Побили его, он с другого конца зашел, его не остановить было. Но тут дело такое. Все государства мира, я имею в виду Европейские Америки, они по сегодняшний день в основном законе Конституции базируются на римском праве. Вот это право полностью отметено было большевиками. Никакой вины царских дочерей не было. Татьяна, Мария, Анастасия, всех Ольгу завели в подвалы расстреляли. Более сатанинской власти не было. Демоны зла вырвались на свободу. Гитлер по сравнению со Сталиным мальчишкой. Вот подожгли так, надо убедить коммунистов. Георгий Димитров на суде. И он настолько блистательно защищался, что Геринг ничего не мог сделать. И его отпустили, как льва победившего негнят. И он приехал в Советский Союз. В Советском Союзе ничего не было. Вообще уничтожить сословия казачество, дворянство, священство, офицерство. Это демоны вырвались на свободу. Но в этом, в этой каре был все-таки перс Божий. Вот что надо дальше сказать. Потому что не хотели жить при царе батюшке. Вот вам другой придет. И он сядет на вашу шею. И железную узду вложит вам в рот. И погонит вас всех в гулаг. Вот римское право, о котором мы сейчас считаем, оно заслуживает того, чтобы в молитве иногда вспомнить, Господи, нашим государям дай силу духа правильные законы принимать. Вот сейчас, допустим, задержать просто человека или депутата. Разница очень большая. За него, если депутатский корпус проголосует, то что ему будет? Вот разговаривает Владимир Вольфович Жириновский. Рядом стоит подполковник. Что он там сказал, я никак не мог понять. Но он говорит, ты с кем разговариваешь? Я председатель такой-то ЛДПР. Погоны снять завтра же ты будешь разжалом рядовые. Он может поднять вопрос и сделать. Поэтому нужно знать свои права. Второй вывод. Знать Конституцию свою. Это необходимо. И знать когда и как ею воспользоваться для блага другого. Для проповеди ни для чего другого. когда сегодня говорят вот там где-то канон вроде нарушил человек. Ради чего? Вот меня обвиняют. Ты молился с баптистами в первую очередь и приводят какие-то каноны там еретики донатисты. Баптисты не такие. Они признают Святую Троицу. Они не входят в разряд тех еретиков с которыми боролись первые наши учителя. Это совершенно другие люди. Они вышли от православия. У них правильное учение. Им не хватает только рукоположение епископа. А на меня со всех сторон нападают грызут. Они ничего не понимают. Я говорю ладно я зашел. Они просят благословения нашу дорогу. Я что сказал не надо мне или что? Там ничего больше не было сказано. В этой молитве где я зашел в Пензе в аптисты мы помолились. Я этому городу обязан очень многим. Я там жил. Там впервые от пресс-митера получил книгу Ревнитель. И через эту книгу я сделался миссионером. Православную книгу Кунцевича. Лучшего проповедника миссионера который был советской властью расстрелян. Я хотел найти тех людей и отблагодарить их. А меня сегодня за это бьют. А я выставил ролик. Я не боюсь. Если встречается патриарх Кирилл Гундяев или Иларион Алпеев митрополит они молятся с ними. У них никакой цели я все смиряю и все для чего? По крайней мере некоторых. Спасибо. По крайней мере некоторых. Не буду есть мясо, пить вина, то другое. Это не нарушение устава. Не нарушение канонов. Молитва, когда я с эритиками соглашаюсь с их учением ложным. Так и здесь. Павел знал, закон не нарушил, но они имели право наказать как имеющая власть. Но не римского гражданина. Вы знаете, где как нужно пользоваться. А теперь задайте вопрос. Вам приходилось когда-нибудь пользоваться преимуществом, что вы российский гражданин, если вы были за границей. Я могу это сказать. И какое отношение? Мы должны воспользоваться гражданина неба. Нас преследовали, где мы ехали, на стекло наклеить ру, чтобы все видели, что это русские, чтобы можно лоплюнуть след их. Но когда мы говорили, мы православные христиане, мусульмане обнимались с нами и молились. Вторая вина вот что я хотел сказать относительно того, почему Павел заартачился, заупрямился. Тут бы казалось, говорит, руки в ноги, да беги. Нет, не так. Отошел. Продолжаем. Я читаю, да? До которого стиха? Семнадцатая глава до сих пор. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого и проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и силе, как из зеленов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверившие иудеи возревновали и, взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу. Не найдя жрих, повлекли Иосона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иосон, приняв их, и все они поступают против поведений Кесаря, почитая другого царем Иисуса, и встревожили народ и городских начальников, слушавших это. На сии, получив удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. Толкование. Небольшие города проходят мимо и спешат в большие, так как из последних, из больших, Слово Божие должно было останяться по ближним малым городам. Павел не оставлял и иудеев, потому что очень сожалел о них. Прежде всего проповедует о страдании, так как признавал это спасительным. Еленами называют иудеев, говоривших по-гречески, называют их благочестивыми, потому что они соблюдали закон, или же, разумеет, причисленных к иудеям пришельцев из еленов. Точно так же Иисуса обвиняли отцы, говоря, что царем себя называют. Но те имели хотя несколько противоподобный предлог, так как обвиняемый был еще жив. А эти на что рассчитывали свои лжи, когда говорили об апостолах, что они называют царем Иисуса, который по их мнению умер, и бояться которого земным царям было уже нечего, так как они видели, что он вовсе уже не появлялся. Пакование закончилось. И сейчас комментарии Игнатия Типяно-Чалапкин на слова, что Слово Божие должно распространяться. Сергей, на себя камеру поверните, я не видел. Нет, Нет, я. Ага, спасибо, Христос. Итак, комментарии. Задача каждой епархии, каждого архиерея, находящегося в большом городе, должна состоять единственная в том, в чем состояло и дело апостолов. В двоеточие. Слово Божие должно распространяться по ближним городам. Если бы эта апостольская миссия выполнилась сегодня при условии, что священники и дьяконы были воистину покаявшимися и возрожденными, то сектантам и еретикам пришлось бы уменьшиться числом. В действительности же дело обстоит так. Архиерей в кавычках отмеряет районный центр и входящий в район села и назначает благочинного. Благочинный своим сопастриям опять же отмеряет несколько деревень. Вот идите и организовывайте приходы и этим кормитесь и собирайте для епархии деньги. И получается религия без духа и мертвая остается мертвым. Это действительность сегодняшних дней. А нужно было бы при рукоположении произносить давая наказ «Слово Божие должно распространяться по ближним селам через вас». И эти слова должны быть руководством для архиерея, когда он означает благочинный. «Слово Божие должно распространяться через вас». Благочинные, направляя подчиненных им священникам, должны многократно повторять им «Слово Божие должно распространяться через вас». Священники на каждой исповеди должны вопрошать не только о грехах грубых, плотских, облудеев, воровстве, абортах и пьянстве, но и спрашивать, любите ли ближних, проповедуйте ли им Слово Божие. И если кто не благовествует о любви Христовой, о голдовской жертве Спасителя, считать это великим грехом и не допускать до причастия, и каждому прихожанину постоянно внушать. Слово Божье должно распространяться через всех нас. Аминь, сказал брат Игорь Дебилов. Да, не добавить, не прибавить. Ну, Слово Божье, это Евангелие, вот оно распространяется. Началось с одного человека, сейчас больше. Доходило, что 19 человек сразу шло. В Клочках было 9 автомобилей сразу. В каждом по 4-5 человек. Благовестие было в деревне Клочки. За 2 часа обошли всю деревню, там тысяча, наверное, дворов. Распределили по улицам и пошли. Везде, где человек хотел, дарили Евангелие или несколько... Я хочу чего? Чем делать? Евангелистов. Лариса, мы вас подключили. Потише будете, занятия идут. Так, у кого вам что еще есть сказать по этим стихам? Ну, я вопрос хотел задать. Пожалуйста, Михаил. Вот, тут написано, что... Так, сейчас прочитаю. А, вот. Говорил, с ними есть издание, открывая и доказывая им, что действительно для жалоба страдает. И в ответственность измертвых. А в воскресенье измертвых, в детском завете, ну, очень мало написано. Псалом там 15-й. А страданий много. Вот, почему такая разница? Нет. Кто хочет ответить? Вот, допустим, Псалом 15-й. Ну, это о воскресенье говорите, да? А страданий их очень много. 53-й Псалом там, 50-й Псалом. Вот, я предал хребет мой бьющим, и ламитом ее поражающим. Лица моего не взрывал от поругания и оплевания. Ну, и так далее. Кто хочет ответить? Давай, брат. Ну, страдания, видишь, и воскресенье, воскреснуть измертвых. То есть, человек был мертвый, и вдруг он ожил. Для этого должна какая-то цель быть, оживление. Как? Человек умирает, это всем известно было, да? Ну, когда должно быть возрождение? И иудеям только чуточку было приоткрыто, потому что они Слово Божие сохранили, поэтому было приоткрыто. Адам, он был вечно живущий. Дерево вечной жизни стояло в раю. И там такие слова есть. Господь говорит сам собою, и, ну, это когда я понимаю, что это Троица была, и он говорит, как бы он не взял и не вкусил от дерева жизни, и не стал жить вечно, написано. То есть, и вот эти вот слова дали возможность евреям думать о том, что воскресенье, что такое воскресенье мертвых. И потом дальше, книга Ио, он говорит о воскресенье мертвых, что мои глаза увидят распадающуюся кожу мою сию. Не глаза чьи-то, а именно мои. То есть, Ио утверждает, показывает. Я знаю, спаситель мой жив. Спаситель здесь еще. То есть, это дальше. О спасении там же написано, что оно будет жалить его в голову, а оно будет поражать его в пяту. Ну, в пяту кого можно поразить? Ну, поразишь ты, но голову-то раздробишь. Нечем думать уже вообще. То есть, понятно было, что победит спаситель. И вот это все было у иудеев. Это все, но оно все было прикровенно, как через пустяное стекло написано. А о страданиях, это... То есть, как Господь дал заповедь о труде, что в поте лица своего будет за тебя проклята земля, и в поте лица будешь есть хлеб твой. И эти страдания женщине, которые даются в родах, и наказанный Адам, и все эти страдания, они перетекают из одной книги в другую. Все эти убийства, как начала Ева страдать от того, что такой у нее оказался первый первородный сын Каин. Каин, последняя женщина, которая страдает и в родах, и страдает от того, что не того родила, и не за того замуж вышла, и так далее. То есть, эти все страдания не всегда были. Поэтому, конечно, больше говорится о страданиях, нежели о воскресении из мертвых. Это понятно? Ну вот я вот сейчас ради эксперимента ввел в поисковик «Воскрес» слово, ну, корень «Воскрес» сколько встречается, 136 раз во всей Библии. И страда повел. Страдал, страдания. Вот, 127. То есть о воскресении и о страдании примерно одинаково говорится во всей Библии. Новый Завет я еще не брал, потому что откуда такая статистика, Михаил Кальмайев, что о страданиях говорится больше, чем о воскресении? Ну, я не говорю про статистику. Подсчет такой, конечно, словно. Страдания чего? Христа. Я не просто о Христе говорю. То есть о страданиях Христа и о воскресении Христа-то имел в виду, да? Я хотел, вот мне интересно, как апостол Павел им рассказывал о воскресении из мертвых иудеев, что Христос воскрес? О, не счастлив. Чеш-то счастлив. Так он им рассказывал, что Христос? Да, на основании Писания это все он рассказывал. Я же отвечаю. Так он же являлся Христосом. И они были свидетелями сему. Они просто рассказывали, о воскресении мы его видели живым. Они рассказывали про это, а как еще по-иному-то? Они говорили это как о факте. А те факты передавали другим, и кто в это верил, тот принимал, а кто не верил. Ну, как его докажешь, если он фактам не верил? Брат, ты открыл просто поисковик, там это, ввел слова. Ну, ты не определил? Нет, я тебя не обвиняю. Я просто, ну да, я с тобой не то, что не согласен. Я... Ну, ладно. А где ты вольфов задал? А? Ну, я не то, что с тобой не согласен, но... Я вот пытаюсь понять, почему тебе вот именно такой вопрос возник. Вольфов, говорится, больше, чем о воскресенье. А о чем он говорит? О воскресенье больше, чем о страдании. Страдание как раз это тот факт, который людей, ну... Побуждает. Побуждает. Верить в воскресенье. Верить в воскресенье, что он страдал за нас, за мои грехи. Это устыжает человека, чтобы он не делал эти грехи, чтобы он, в первую очередь, покаялся. Если кто за тебя страдал, а ты продолжаешь грешить. Не по совести, это поэтому, в первую очередь, о страданиях, и говорится о воскресенье. Тут как написано, если бы даже мертвый, кто пришел и рассказывал бы о воскресенье, все равно не поверят, раз они не верят Библии, Моисеям и пророкам. Не поверят, написано. Даже кто, если придет, из мертвых воскреснет, и будет говорить о воскресенье, не поверят. Поэтому в воскресенье, это, ну, поверят, не поверят, а вот о страдании, что Христос страдал, ну, тут как? Самое главное, не поверить. Давайте, Сергей Евгений. Здесь сказано, что апостол Павел по Писанию говорил, из Писания проповедовал. Но нужно понимать, что эти люди, они старались жить по Писанию и постоянно изучали Писание. И он им принес Христа и проповедовал по Писанию. Но вот как это происходило, чтобы примерно окунуться в ту атмосферу, знать, вот как это происходило, есть очень хороший фильм, называется «Искупление», художественный фильм. Там вот про апостола Иуду. Вот если его посмотреть, вот атмосфера-то передаётся вот первых веков христианства, он хоть и протестантский, но очень хорошо. В этот дух, просто вот смотря, этот фильм очень хорошо проникаешь. Очень хорошо перед причастием этот фильм смотреть, когда говорится, не размышляйте о теле Христовом. Вот фильм поставлен великолепно. Вот если есть возможность, «Искупление» называется фильм, посмотрите, он 49 минут, он недолгий, но очень хороший фильм. Там вот показывается, как апостол проповедует по Писанию. Да, как он хлеб проповедовал. Да-да-да, именно в те времена прям погружаешься. Если вам что-то там, ну, какое-то непонятное, вот как по Писанию Павел, то посмотрите, Господь много откроет через этот фильм. Взгляните. Отошел. Спасибо за то, что. Еще один. Еще один, говорит. Ну, Михаил, удовлетворен ответом или еще будем на эту тему? Нет, давай дальше. Отдаем дальше. Братья же немедленно ночью отправили Павла из силы в Вирию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания. Точно ли это так? И многие из них уверовали, из эллинских почетных женщин и почтенных женщин и из мужчин немало. Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что в Вирии проповедано Павлом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. Толкование. Исследовали Писание, выделенное жирным и прочеркнуто, Игнатием Тихоничем. Никак не верующие, потому что они уже уверовали, но как не знавшие пророческих преданий. Исследуя Писание и находя, что события, касавшиеся воплощения Господня, согласуются со словами древних пророков, они через это еще более укреплялись в вере. Избегали опасности апостолы не из боязни, а по Божьему внушению, потому что в этот, например, раз они перестали уже проповедовать и более уже не раздражали врагов. Из того же, что Павел удалился, вышла двоякая польза. И гнев врагов угасал, и проповедование распространялось далее. А что касается того, что посылают одного Павла, так это потому, что за него только боялись, чтобы не случилось что-нибудь, так как он был во главе. Таким образом, не всегда благодать содействовала им, но предоставляла их и себе самим, то как бы побуждая их, то вергая заботы. У кого что? А что дальше не читаешь? Комментарии. Так, дальше идет комментарий. Да, простите. Комментарии Игнатия Тихоновича на слова исследовали писания, которые были благомысленнее писалом кирских. И в синагоге Иудейской, в дверей, которые были. Итак, комментарий. Вот еще выражение, совершенно неприемлемое на слух современного православия. Какое-то исследование. Для чего? У нас и так всегда. Есть батюшка, есть владыка, есть кран, есть богослужение. Что еще надо? Какое исследование? Да при том исследование писания. Это все баптистские происки. И неужели Бог потерпит, и не накажет, и не отвергнет тех, кто учит вопреки Слову Божию, и не любит этого слова? Пророк Исаия, 1 глава 5 стих. Во что возбить еще продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. Вот такое толкование и комментарии. Бесспорно. Писание нужно исследовать, но чтобы эти исследования не завели нас в тупик. У нас тут Игнатий Тихонович как раз присутствует. Вопрос хотелось задать ему. Игнатий Тихонович, а вот вы говорите здесь, что понятно, что не исследуется писание сейчас, как должно, я так понимаю. Потому что много же воскресных школ сейчас, и семинарий духовный. Вот сейчас в Барнауле у нас тут новые семинарии будут, еще воскресная школа большая, культурно-просветительская, православная будет деятельность. Дети там, я так понимаю, будут учиться. И как же тогда правильно исследовать, если вы говорите, что не исследуется писание? Здесь говорится о том, что они были благомысленнее тех, которые не исследовали. И когда он говорил о древних пророках, они, значит, слышали о нем. Православным-то людям нельзя ничего сказать. Господь неоднократно спрашивал. Человек пришел и говорит, что нужно сделать, чтобы наследовать жизнь в вещь. Он говорит, как считаешь? Ну, вообразим себе, что это спросил Богосподь у нас, у русских. Уже тысячу лет прошло. И спросить, как считаешь? Ответ, а чего считаешь? Да они даже не спрашивали, они понимали, считается в Ветхий Завет Библию. У русских этого не было. В 1876 году только перевели Библию. Только. Так она православно-то и не попала, считай, там, несколько экземпляров. За то, что перевел профессор Павский, Герасим Петрович, лучший переводчик Библии, который писал учебники для еврейских школ, воспитатель старских детей. И для студентов в Духовной Академии он перевел Ветхий Завет, книгу Иова, для лучшего понимания написано. То есть студенты Академии не понимали, то, что спрашивают с людей. И когда власти узнали, что он перевел, это было особое слово. Это больше, чем «Что делать Чернышевского?» Больше, чем Герстен написал. Его немедленно арестовали. Жандармы сразу послали. Наверное, там не один полк был. Все переворошили у студентов. Все до одного экземпляра нашли, аналитографировали, ну, отсерокопировали. Пятьсот экземпляров. И все сожгли. По благословению Синода. Его едва царь отбил, чтобы его не посадили, не растерзали. Какое же состояние это было в России? Слово Божие не просто не знали, люто ненавидели. А почему? Потому что объяснили по-другому все. Я много лет старался узнать. Почему были против перевода Библии? И, наконец, Филарет мне ответил, митрополит. Он канонизированный. И он говорит, потому что царю сдали записку. Если Библия будет известна, Евангелие, в стране будет революция. Люди поймут, что вели их во тьму, в заблуждение. Православная церковь туда вела. Даже вообразить невозможно этого ужаса. Вот и все. Как считаешь? Никак не считаю. А ты как слышишь, Господь говорит? Никак не слышу. То есть мы не вписываемся даже в тот народ, который ничего почти не знал. А эти были благомысленные, стали ежедневно спрашивать, а как написано? Павел говорит, а вот написано у пророка Исаия, 53 глава, как Евнух ехал и читал. И он не понимал, о ком речь идет, но он считал. Православные не считали. Самое большее, что читали, это житья святых, щити именею. Больше ничего не знали. И сегодня в этом покаянии у церкви нету. Католическая церковь принесла покаяние, загонение протестантов, гугенотов. Здесь ничего нету. Сарабрясов давили, жгли, вешали там, чтобы, ну, Павла Коломенского епископа, он не подчинился безумной реформе Никона. Его сожгли сразу. И они сейчас себе, это мы православные, на это православие ссылаются Игнатий Бринщинов, Серафим Саровский. Они ссылаются на искореженное православие. Что бы я ни сказал, я знаю, сейчас в ответ бросятся. Они ссылаются даже не на то, которое Владимир принял, а которое Никона ставил, беззаконник. Потом его и царь свергнет. Есть фильм такой, «Раскол» Николая Достоля, режиссера. Я не знаю, серии 12 или 20 там их. Вот что нужно сказать, что мы, православные, не вписываемся ни в одно предложение Нового Завета. Наше положение не просто трудное, оно супер ужасное. И когда сегодня начинаешь говорить даже тем, которые учатся в семинарии, вот вы на них сослались, это уже другая эпоха. Уже учат в семинарии, уже учат здесь воскресные школы, но когда с ними говоришь, то приходишь на мысль, лучше бы они ничего не изучали. Они учатся тому, чтобы оправдать любое беззаконие, которое уже принято, утвердилось в церкви. Вот за чего учатся. Они не говорят эти слова, но смысл? Я им озвучу это все. Какое бы я предложение ни сказал, они бросятся на меня и терзать будут даже за то, что я сейчас говорю. Но я бы говорил и буду говорить. Поставьте Библию и Святую на первое место. Как считаете? Сразу раз, как Адвентисты, седьмого дня, только шабарчат листики. Ага, вот написано. Но у нас же нет этого. Никому нельзя обратиться, к любой бабушке подойти. Ты вот пришла, сейчас во время службы ходишь, покупаешь. Христос так заповедил, она не знает. В каждой церкви торговая точка. Господь назвал дом торговли. Но второй раз, когда выгонял, об этом считаем мы уже у Иоанна, он назвал вертеп разбойников. Вертеп, то есть пещера, где они деньги там считают и считают непрерывно. Я на вертепный понедельник, когда Господь изгнал их, это на страстной неделе, в понедельник. Я в понедельник, у меня большой был спортивный канат. Я от него отрезал вот такой вот, он толщиной примерно, вот такой вот. Отрезал обрезки и всем продавцам положил и запечатал бумагу и дал. Хребет Христос, готовый канат для вас. Меня настоятель вызвал. Игнатий, это вы сделали. Продавцы-то там торговать не хотят. Я сделал это, отец Николай Войтович. Я сделал. Вы Бога не боитесь. У вас мамона на первом месте, но не можете служить. Понимаете, Христос говорит, не может и служить. Богу и мамоне, богатству. А там все на деньгах. Это бизнес церковный, сопренно. У них доход исчисляется миллиардами рублей. Карл Мерс говорит, что если сто процентов выгода, ну сто вложил, а сто выгода, капитал показывает оживление. При трехстах процентах он начинает уже быстро, говорит, двигаться. А при четырехстах процентах нет того преступления, даже под страхом виселицы, на который капитал не пойдет. А здесь с кресиком тысячу процентов. Две виселицы стоят, и все молчат, как будто не видят. Когда я говорю не той интонации, я гневаюсь, да кто бы соблазнялся, за кого я не воспламенялся. Я говорю то, что написано, ни одного лишнего слова. И когда мы считаем вере, как и любые, вере, это название такое, вера, которая вере, благомысленная в Салуне. Мы были в Салуне, кажется, более неверующего города я не видел. Это в Греции. И когда мы приехали в Афины, нас собрались там греки и спрашивают, ну вот как вы о греках судите? Я говорю, неверующая нация, это как казаки, как цыгане, примерно такие же. Разговаривать не с кем даже. Куда не сунешься, даже не разговаривать еще. В русском магазине только заговорилось, у нее портрет Путина там. Может быть, я купил бы его вместо иконы. Там правды больше нашел бы. Вот как нужно рассуждать. Быть среди тех, которые были благомысленные. Я хочу, но мне не дали зайти в благомысленное. Меня все время в неразумное толкали. Батюшка благослови, батюшка благослови, батюшка благослови. Храм, храм Господень, храм Господень, храм Господень. Пророк Иеремия это высмеивает. Камни на камне не останется. Все, храм, купола, иконы, мощи, монашество. Бога не знали, Христа не знали. Библия вообще не поминалась. Вы послушайте речи патриарха Терила или там, ну, правая рука у него там Алфеев, Иларион. Ну, возьмите другой, который там говорит, Смирнов. Единственный, кто из Библии цитаты приводит все время, Олег Стеняев. Олег Стеняев. Он приезжал у нас в лагере был, я в больнице в Москве посещал. Вот кто, один. А другие, а другие, как будто Библию в руках не держали. Я стал долбить об этом, да сейчас патриарх выпускает послание и пять раз сослался на Библию. Но местный архиерей знает, ему нельзя шесть раз ссылаться на Библию, как бы выше не залез. И пять нельзя, ты приравнялся, я к патриарху. Местный архиерей сразу же включил новогоднее рождественское послание. Три места, это три. То есть смиренный ваш раб, он Библию ни разу не возьмет. Слово Святая Библия или Библию патриарха вообще не звучит ни в одной речи. Ни у кого. Они не знают. Они народ приготовили к отме кромешной. Я об этом крещал и буду говорить самым громким голосом. Я это место, когда считаю, без слез его нельзя считать. Я вам говорил, как было, когда нашли приезеки книгу. Одну на весь Израиль и та потеряна под деньгами лежала. Одну для верующих, для царя никто не знал закона. Что они верили, непонятно, как они пасху справляли. Тогда царь только первый раз пасху справили. Это положение русского народа. Вот что нужно говорить. Не просто говорить, а болеть этим. Когда идешь до этих стихов и скажи, мы прожили жизнь как в Пессалоникийске. нам доказывать еще не надо, как старобрядцам. Лежало тысячу лет, пусть дальше лежит. Поэтому православных очень легко обольстить. Я говорю, самая большая ошибка православных в том, что издали Библию в 1876 году и сказали, что она Божье Слово. А раз сказали Слово Божье, не стали разъяснять, ни толкования, нищие, сектанты сразу «А вы знаете Библию?» «Знаем, батюшка сказал». «А вы знаете, что это Слово Божье?» «Конечно, мы слышали». Ну, давайте смотреть. Вот смотрите, не делай изображение, раз это хорошо, что вы верите. А батюшка вам сказал, что нельзя делать изображение. Нет, он обманул вас. Иконы долой. Дальше начинает «Одно за другим и развалили». Самое правильное старобрядцы. Кто Библию считает, сойдет с ума. И баптисты еще не могут к ним подойти из Библии. «Да пошел ты на!» И все. Вот и весь сказ. Вот что нужно увидеть в этих словах. То, что по тебе заговорило, по тебе проехалось, ты болела этим. Ты нес Слово Божие, а тебя долбили и били те, которые фессалоники. Отошел. Можно? Я хотел места Писания привести, подтверждающие то, что Игнатий Ильич сказал. «Господь Иисус Христос, наш Спаситель, говорит, Евангелие Атану, 12 глава, 48 стих. «Исследуйте Писание, ибо через них вы желаете иметь жизнь вечную». Это 5.39, Игорь. «А оно свидетельствует о мне». 5.39 это. А? То никто. Да. А 48 стих 12. А 5.39. Это последний день Слово Божие судить будет. 5.39. Да. 5.39. И то же самое про исследование говорит апостол Павел. Это уже Новый Завет. Когда он обращается к Тимофею, это исследуйте Писание. Вникай в себя и в учение. Вникай в себя и в учение, да. Место Писания какое-то. 1 Тимофе 4.16. 4.16, да. 1 Тимофе. Вникай в себя и в учение. То есть, первое, Иисус Христос нам говорит о Ветхом Завете и следуйте Писание, потому что Нового Завета еще не было. А здесь апостол говорит уже о том, что нужно будущему апостолу, которому он полагает, будущему епископу, патриарху Тимофею, говорит о том, что нужно вникать во все учение, то есть и в то, что уже Евангелие передались, то есть и новое, то есть во всю Библию. Можно слово сказать? Да, пожалуйста. Те времена, которые описываются в Библии, они были давно, никто с этим не спорит, да? Не было автомобилей, не было самолетов, не было телефона, не было скайпа, не было. Это накладывает отпечаток на нового человека, живущего в это время очень сильный отпечаток накладывает. Нельзя это сбрасываться с щитов. если войти в церковь, то, что со своим уставом, со своим видением, как написано, то разогнать можно всех, прямо как Господь разогнал торговцев. Каждому видеть, ты стоишь, не думаешь о Боге, ты тоже мечтаешь, твои мысли летают где-то, а ты в короткой юбке, а ты вообще подстрижен не так. Все отсюда из храма, что получится. Если мы с этого начнем, мы пять лет только в храм пошли, пять лет все еще больные, сырые, хромые, только начали, первые, первые слова услышали. И зайти туда с словами, все вы в аду гореть будете, если не будете почитать, читать, ссылаться на Писание, мягкость все-таки она и у Господа нашего была, и у пророков была мягкость. Где-то была, конечно, где уже совсем люди не понимают, ни черное, ни белое, правое от левого отличить не могут. Там, безусловно, уже. А если все стоят как овечки, овцы, овцы, пастырь один, они все овцы, они не ослиаты, не орлы, не кишаки, овенчики, которые вот стоят, если их держат вокруг себя словом, они вокруг, если чуть надавить на них шуму, боюсь, разбегутся. У нас 30 человек стоит в храме, 30 в городе 90 тысяч живет, 30 человек одних и тех же ходят, остальные в доме загонят. Деньги не придут, за деньги, если вы брали бы в моей церкви, давали деньги, прийти в службу, послушай, не идёт, ни денег, мне ничего не надо, я не верю, я смотрю Москву, я вижу, как там разваливается вся церковь, ну, конечно, Игнатий прав, Москва задаёт тон, как не надо себя вести, Москва задаёт тон, периферия, периферия, но, да, подождите, не перебивайте, Гермалаеву, 281, продолжаем. Подождите, пускай он закончит, нельзя перебивать, говорите. А там никто не перебивает. Нет, Сергей, подожди, он не закончил ещё. Я говорю, Ирмалаеву, продолжайте 281. Спасибо. Терпение. Терпение надо, мы находимся на таком раскол, ещё один раскол, если вы пойти туда в церковь такой бородой, сказать, вы здесь гладко выбритые, ничего не понимаете, зачем вы стоите, спасения не будет вам, если ты не будешь знать от корки до корки, встанут все и уйдут. Ну, может быть, двое останутся. Я и вам тот сидит, который... Это ты слышал. Спасибо, Господи. Слушаю. Извините меня. Да, Сергей Ильин, пожалуйста. Спасибо, Господи. Отчасти я согласен с братом, который от Ермолаева, 281. Всё правильно. Кому страх, страх, кому честь, честь, иных страхом спасайте, иных, чтоб не унывали. Всё правильно. Кто только пришёл в церковь. Но есть такой момент, что у нас священники не пытаются учить Слову Божьему, не пытаются... Разные есть люди, разного духовного уровня, пришедшие в церковь. Не говорится о том, что сразу надо всех обличать. Нет. Просто... А вот Слово Божие, вот они... Каждая... Практически каждая душа тянется к тому, чтобы знать Слово Божьего. Чтобы священник, ну, хорошо, когда есть требы, там он на требы идёт, занимается там вот освящениями, требами, там отпеваниями, это нужно не оставлять. Но когда он в этом погряз, когда он все силы в это убивает все силы свои, чтобы заработать деньги, вот, заработать деньги, а людям не несёт Слово Божие, то есть он должен пару раз в неделю, можно три, собираться изучать Слово Божие постепенно, чтобы людям нести знания, священное описание, чтобы любовь к Слову Божьему, чтобы люди пытались жить, хотя бы верные, пусть три человека, эти три ещё приведут трёх, и постепенно будет община, она библейская будет община, а внешние, которые приходят, они постепенно тоже будут, кто тянется, а кому не нужно, тот, кто постоял, там, свечку поставил и отошёл, но, если будет община, которая основана на священном писании, и старается жить по священному писанию, это будет совсем другой калинко, в этой общине будут живые люди, и священник должен стараться, чтобы эти люди были, он не должен там заботиться о пище, питье, это приложится всё, как сказано, вот, а должен пребывать в слове, вот как апостолы, они взяли там семь деканов, сказалось бы, незначительное дело, ну что там, честных людей выбрали, и пусть раздают хлеб, чтобы к ручкам не прилипало, но нет, духа святаго и веры, и помолившись, возложили на них руки, рукоположили, на незначительное, казалось бы, дело, рукополагается, всё, они занимаются, а апостолы занимаются священным писанием, так священник должен, вот, служит литургию, служба, а потом после службы начинается по священному писанию, у него ум будет плавать, в священном писании, и сам он это, и народ будет за ним идти, а народ жаждет, он очень жаждет священное писание, а говорят, там куча суеверий вокруг обрастают, он священное писание не учит, а святое место пусто не бывает, не бывает святое место пусто, оно, значит, заполняется какими-то суевериями, какими-то ещё там преданиями ненужными абсолютно, и всё, вот в чём получается, вот в чём вопрос, что должно в храме быть священное писание, мы наследники священного писания, мы через него имеем войти в жизнь вечную, через священную, понимаешь, как бы, здесь такой случай был вот недалее, как в понедельник, ну, хороший священник, очень я его, очень люблю у нас, он читает там Ветхий Завет, просто Ветхий Завет постепенно, люди собираются, и он вечерами читает Ветхий Завет, до Третьего Царства, и там начал это самое, говорить о Христе, о Христовой природе, и говорит, вот, Езавет была, и она тоже является прабабкой Спасителя, то есть он в своих генах несёт кровь, ну, я промолчал при людях, не стал его позорить, но израильские цари от иудейских, они отличаются, да, Спаситель, он принял падшую человеческую природу, вот, там, у него в роду были и иноплеменники, и блудницы, вот, никто не говорит, и отступники, и там такие идолопоклонники, как Моносия, царь, да, но путать иудейских царей с израильскими, это никуда не годно священнику, ну, вот так вот, прости, Господи меня, за чужую, что я так, но тем не менее, а людям старается нести священное писание, а если бы он плавал бы у него ум, священное писание, он бы такого бы не допустил, а человек начнет читать, вот, как бы, Евангелие от Матвейска, а где же такое, это самое, чтобы у него там был, ахав был у него в праотцах, нет такого, вот, ну, вот, как бы так, главное преподавание священного писания, простите, отошел, не 10 лет очистилась, а пришел только один, и тот без самарянин, и тот был самарянин, все правильно, не 10 лет очистилась, но это, ко Христу, это лично его, как бы, сердце, вот, а нам не говорится о том, что, кого Господь, вот Господь привел в храм, тебе даны, вот, когда священник руковополагается, ему часть от тела Христова, от Агнца, от Ламы, и в руки дается, прими залог Духа, вот, что, это церковь Христова, тело Христова, он должен ему нести слово, понимаете, вот, поэтому, он, священник, понимаете, немножко, хотя бы два раза в неделю, должен уделять священному писанию, так спасет себя и слушающих тебя, и спасет себя, а если он этим не занимается, ну, получается, что, заполняется совсем другим, и у него совсем другой приход получается, вот в чем дело, и в честь внешних, получается, вы отключите микрофон, и вы отключите микрофон, я? нет, и вы, который, а, слушайте меня, алло, отключите микрофон, у вас шумы какие-то идут, пожалуйста, работают, что ли повернут, вот, о чем я, ну, то, что он, когда нет слова Божия, оно заполняется совершенно иным, и внешних было бы, ну, они становились бы больше, старались походить на тех, которые являются членами общины, вот, изучать слова Божия, они, они просто пришел там, ну, удобно, пришел там, поставил, а потом вышел дальше, там, и, там, и курить, и там, и ругаться, и все, ну, не по слову Божьему, вот, а когда начинает дома, он читает слово Божие, он приходит, хочет там, и даже и спросить, и не у кого спросить, вот, что дело, не у кого, никто ничего не знает. Да. Все, понятно, уже повторяю. Повторяю. Вопросы, пожалуйста, задавайте. Благодаря интернету, в церкви, и внутреннему своему ощущению, у тебя появляется вот это трехмерное, как зрение, два глаза, дает ему трехмерное видение предмета, либо сущности бытия, так и вот сейчас, слава Богу, видимо, благодаря нашим лет, посещению храму, и видению жизни, вот этой обыденной, ты для себя, как нормальный человек, ищущий Бога, он тебе дает свою милость, понять это все, то есть, при совокупности вот этих слабостей церкви, ну, куда без нее, да, хромая, да, больная, ну, она наша мать. Никто не говорит, абсолютно верно, да, сейчас вот вырастает новое поколение миссионеров, которое слушается, вникает, составляет для себя вот эту картину и говорит, да, мало ставим Писание, мало им обсуждаем, она не удерживается, это основа не на батюшках, как я вчера думал, что батюшка это всего первой инстанции, больше никто мне не скажет, оказывается, Игнатия Лапкина послушал, господи, благодаренному с его стороны сильное слово. Ну, просто, знаешь, что люди многие не принимают такого вот горячего, он горячий, ничего не скажешь, горячий. Игнатий Тихонович, ответьте, пожалуйста, уже. Так, дело в том, что уже час, десять минут уже захватили от занятий, у нас принято сейчас занятие, а полчаса вопросы-ответы. Ну, позволь, я закончу, что говорили вот сейчас. Вот говорят, если так мы будем поступать в храме, никого не окажется. Пророки были ласковые, говорили, откуда это взяли? Ни одного пророка ласкового не было. Написано, лжепророки, льстили, вы перепутали. Это лжепророки, а пророки гремели. Даже поэты, такие, как Пушкин, Лермонтов, написали по стихотворению, которое называется Пророк. И только такие, где глаголом жечь сердца людей. А что будет, уйдут. Двенадцать осталось от Христа. Он говорит, не хотите ли вы уйти? Зачем вы цепляетесь за людей, которые не желают Бога знать? Нам не дано думать будет или не было. Златоуст говорит, один останусь, но и правда не уступлю. Один. Один. А тут ходит тридцать человек. А что делать? Запереть храм и начинать учить в ограде. И тогда, когда люди будут обращаться каяться, тогда по одному запускать. Это как было в двести сорок девятом году от Рождества Христова пришел император Декий и устроил такое гонение, только пыль пошла от церкви. Она уменьшилась в десятки раз. Но уже через три года церковь полностью обновилась и количеством увеличилась в несколько раз. А императора убили. Нам не надо за Бога решать, говорится, тут размазывать гной, губкой, как Златоуст говорит. Слово Божие подобно мечу и огню и молоту. Вот так и говорите. Не дано, молчи. Дано, говори, как Слово Божие. Слово Божие нас так научает. Дано, ты внутри почувствуешь, от Бога или не от Бога. А таких ласкателей их в пруд-пруде, они другу дольстят до момента, пока умрут и глаза расширят шире ворот. Что же делали, где оказались? Пророки жгли, они громили царей, они не оставляли никого, их пилили, убивали. Почему в седьмой главе Деяния апостолов при победении уже Степан говорит, кого из пророков не гнали, отцы ваши? Кого? А гнали не за то, что ласкали. Это уже пророки ласкательствовали. А эти говорили, откройте ворота, запустите царя Вавилонского. И Сидекия погиб, сделал ермо, разбил его на нем, а Иеремия сделал железный ермо, говорит, вот такое царь на вас навесит. Христос выгонял, да Господи, ты выгонишь из храма, а кто будет приходить свечки покупать? Не надо бредить умом, доверьтесь Богу. Сегодня говорят, я сына, если накажу розгами, а он убежит, юринальная юстиция отнимет меня. Зачем ты это берешь? Тебе нужно наказать, на него не держись, у тебя растет разбойник, он зарежет тебя. Приучи его, чтобы он слушался тебя. И так и в церкви. Священник такой, вопрос первый, до 30 лет рукоположен или нет? До 30 лет должен быть извержен. Если бы все сейчас затрубили, и все кончилось бы, как поговорка, говорится, сдохла собака, за хвост да в яму. А то никого нет, ласкательствуют друг перед другом. Господь говорит, народ мой, говорит, ищут славы друг от друга, а славы от единого Бога никто не ищет. Никто. Ничего себе. Да Господь-то пришел к своим. А дальше запятаясь, свои не приняли. И он говорит, я пришел к погибшим опцам Израиля, к живых-то никого нету. Он пришел в скотомогильник. Ой, да я верующий, да нельзя верующего так назвать. А Давид говорит, как скот я был пред тобой, ибо не разумел заповеди твои. Давайте возвысим голос по отношению самого себя. Знаю ли я Слово Божие? Дано ли мне его сказать так, чтобы сердца зажечь? Нету. Буду учиться у ног Христа молча. Так, вопросы. Спасибо. Вопросы по любой теме, пожалуйста. Алло. Нужно верить меня лучше, да? Так, что вы все включились, кто там еще ни разу не говорил. Вы когда начинаете говорить по делу, два же не повторяйте одно и то же. Алло, слышно? Слышно? У меня такой вопрос. Когда читаю Евангелие, там говорит Коринфина, вы младенцы. Младенец попадет у рай или не пойдет? Это вопрос? Да. Мы знаем о том, что Господь сказал. Таковых есть старство небесное. И не надо забывать, что это стояли иудейские дети, обрезанные. Это не сын Пилата был, не Иродов сын, а законные, как Павел говорит, а я и рожден. Евреи от еврея. По правде законы не порочные. Где будут дети, Христос говорит, пустите, таковых есть. Когда? А обрезание указывало на крещение. Дети должны быть крещены у верующих родителей. А у них крещеных не должны креститься. Об этом очень хорошо сказал Осипов, Алексей Ильич, и Смирнов, отец Дмитрий. Извините, я просто, может не так, я не за тех младенцев. А говорит, вы младенцы, если между вами есть распри, там все остальное, не младенцы ли вы? Я говорю за христиан, взрослых там. Надо учить, учить молоком кормить. За этих младенцев, которые еще, вам нужно молоко, говорит, а не твердая пища. Вот эти младенцы, за этих младенцев, я говорю, во христианах. Я думал о младенцах которых. А об этих, говорится, нужно кормить молоком. Но Павел тоже упрекает, судя по возрасту, вы должны быть взрослые, а вас снова нужно кормить молоком. Вы к этому не приучайтесь. Для меня было понятно. На разгон мне дано не больше половины месяца. Через три месяца я уже стоял на кафедре, как у меня Библия в руках оказалась. Я понял, младенцам быть это плохо. Павел говорит, чтобы возрастали в мужа совершенно в образ Христов. А сколько нужно? А сколько самарянки нужно было? Вот мы и видим теперь, сколько саму нужно было. Три дня. И все. Принято. Отправились в путь. Ясно. Ну и еще такой вопрос. Кажется, одних в церкви поставил там пророками, священниками, пастырями, а сейчас только один священник в церкви. Как это понимать? Ну, апостол Павел говорит, это 12 глава, 28 стих, первое послание к Коринфянам. И послание к Ефесянам говорит. Одних поставил в первых апостолами. Ясно-ношенствую них святых. Да. Во-вторых, пророками. Когда я разговариваю с неправославными, с сектантами, я говорю, кто апостол? Они бойко перечисляют всех. Я говорю, пророки. Сразу задержка. Кроме Агавы и четырех дочерей Филиппа без имени. Назвать никого не могут. А в-третьих, написано в-третьих. Учителей. Кто учителя? Они снова пытаются назвать апостолов. Я говорю, это уже прошло в первый ряд. Мы уже подчеркнули. Нету. Кто? Мы называем кто? Игнатий Богоносец, Поликарм Смирский, Иринея Леонский, Ефрем Сирин, Иоанн Златоуст. То есть у церкви учителя есть. Их поставил. И мы должны слушать, как они истолковали. Если говорить, там истолковали неправильно, Блаженный Августин не понимал, Иоанн Карфагенский правильно. Не надо думать, что до 17-го столетия никто не понимал. Тогда и церкви не было. А он обещал быть во все дни до скончания века с церковью. И поэтому детей, то есть духовно, только что сейчас обратившихся, учили. Да не отходит книга себе от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Иисуса Новина, 1 глава 8 стих. День и ночь, чтобы в точности исполнить все. Здесь ни одной книги не было. И как могли исполнять, так когда не было ничего. то и пришла революция. Так называемые православные взяли завилы и начали творить правду, писать вилами. Вопрос. До этого был вопрос. Мне показалось, что это вопрос утверждения, что в церкви только один священник. Что нет учителей, нет православов, нет опрославов. Это вы имели в виду? Да, да. Да. Так отвечайте на этот вопрос. Хорошо. Я отвечаю. Учителей, которые у нас есть, они живые на небе. Не называйтесь учителями. У ног Иоанна Златоуста. Блаженный Афиопилакт. Есть учителя, то есть книги изданы, и по ним надо учить. Вот вы сейчас считаете Блаженного Афиопилакта. Нам не надо избирать среди себя учителей. Нам надо изучить то, что они сказали. Он поставил их, да, поставил. В-третьих, вот эти наши учителя, Феофан Затворник, то есть по порядку, если бы и Анкронштадтский, то есть до последних дней они есть. Учителя, признанные церковью. Притом, что интересно, сегодня многие сектанты, даже такие, как Ярл Песи, признают учителей, цитируют очень много из святых отцов. Вот это и есть наши учителя. А тут кто может передать? Он тоже учитель, но только передает уже готовое, что ему дано. Если мы говорим об Апокалипсис, что придет Антихрист, мы делаемся пророками. Но пророки, с того слова, которые сказали пророки. И Варух-то какой пророк? Он Авремий записывал только что. Но и он пророк, потому что его слова записывал. Пожалуйста. Ну и еще такой вопрос. Ну, рожден, ну, рожден от, ну, у Иоанна 3. Если кто не родится от воды и духа, не войдет в царство. И вот теперь, те, которые принимают водное крещение, все вот слушают слово, пробуют, принимают водное крещение, ну, возрождаются, а не ходят, примерно, в православные, а в другие там течения. Как они спасутся или нет? У них, как бы, уже рождены от воды и духа. Как здесь бить? От воды рождены, а от духа не рождены. Если рождены, засохли на первой ступени. Христос придет за церковью. Они называют себя церковью, а возникли спустя 17 столетий. А спасутся или нет, Бог знает, но только знаем, вне церкви нет спасения. Это определенно. Деяние апостолов, 2.47. Вот и ответ. Потому что невеста, Колоссиным 1.18, говорит, это тело его. А как так? Говорить, что церковь пала, врата Ада разрушили, и 17 столетий ее не было, это ложь, врата Ада ее не разрушат. А если церковь была, зачем новый престол ставить, как Киприан Карфагенский говорит? Зачем? А это не просто так. Самое страшное наказание на земле, какое было за всю историю человечества, это число 16 глава Дафана Верон и Кореи. Они решили отдельно отделиться, образовать секту. И земля разверзлась. Нигде больше ни разу этого не было. Отделяться от церкви, строить отдельный жертвенник, не признавать то, что было, что Бог поставил учителей. Живем в ад. Это страшное наказание. И поэтому надо тут быть очень осторожным. А чего не хватает? Я говорю, баптистов, вот я про других не буду говорить, там далеко ушли. Они верят в Осетую Троицу. У них чистое учение о душе, об Аде. Значит, им нужно дать толкование правильное. И рукоположение хотя бы трех их старших пресвятеров, рукоположить и епископы. Не нравится православное, пойдите к католикам. Они не подходят для вас. Григория Нормяна, копты и сирийцы. Все. Познакомьтесь с этим. И спросите. Превратитесь в церковь. Ну и, конечно, догматика должна быть, как в вере написано. Они должны веровать, что в крещении грех омывается. В крещении, не в покаянии, как у всех сектантов. Покаялся брат и сестра. Не так. Потому что рождение свыше предполагает три ступени. Признание себя погибшим грешником. Второе. Возмездие за грех смерть. Римлян 6, 23. То есть, за меня умер Христос. 1 Иоанн 1, 7. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И третье. Заповедь Христова. Стань крестись о мой грехи твои. Иоанн 22, 16. И о мой грехи твои. Почему? 2, 38. И говорит Петр, когда спросили, что делать, он как бы говорит родитесь свыше и будьте водимы Духом Божиим. А выразилось такими словами покайтесь запятая и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Крестится для прощения грехов. И третье. Получий дар Святого Духа. Вот рождение от Духа Святого рождение свыше и водительство Духом Святым. Благодать разделяется на три части. Призывающие, обращающие и освящающие. Кефан Затворник. Вот у православных первого и второго практически почти нет. А у протестантов есть освящающие, то есть священство, когда совершают литургию, хлеб превращается в тело. У православных есть, а у сектантов не было, никогда и нет. вот надо объединить, взять полезные друг от друга. Ну, а крещение, например, в Евангелии написано нигде сам процесс крещения, что надо говорить или что надо, какие молитвы. Написано, написано во имя Отца погружения, аминь, сына, аминь, и Духа Святого, аминь. И все это вместе называется крещение во имя Господа Иисуса Христа. Очень четко прописано с первого века. Не, ну, я это понимаю, ну, например, мы обещали добрую совесть. Значит, когда обещали? Когда с воды вишней или как? В крещении. В крещении. Я хотел бы вас вот спросить, вы у протестантов видели, как крестят? Они опрокидывают на спину человека в воде. Видели? Да. А написано у Павла вопрос, потому что меня так крестили. По посланию к кремлинам апостол Павел говорит, 4-6, смерть Христа крестит, смерть, а смерть его была стоя. Я удивительное дело нашел на просторах интернета, протестанты некоторые уже крестят прямо, человек приседает, вот это в смерть. А у баптистов положение во гроб, абсолютно неправильно. Может быть, может быть. Я видел на этом евреи крестятся погружением так стоя. Да, так и должно быть. Православная церковь всегда так было с первого века. В смерть обычно человек умирает упавший лицом вниз или на спину, а Христос был прибитый. И поэтому мы должны подражать в смерть его креститься, ни в погребение, ни в прокидывание на спину. В смерть его всегда просто баптисты говорят, я спрашивал, они говорят, ну, сначала живого в воду не погружусь, мертвого надо хоронить, но сначала он должен умереть, а потом мертвого уже в воду зато прокидывает на спину. Да не надо толковать, не надо, написано в смерть его. Соснование это слова, не прибавляя к словам его, притча Соломонов 5-6 говорит, чтобы он не обличил тебя, ты не оказался лжецом. Откровение 21-27 говорит, ущельств лжецов в озере огненном. Как это можно говорить, сначала умереть, похоронить, смерть его крестились, все, крестились, относится к смерти, мы погреблись в воде, Кирилл Русалимский говорит, мы скрылись в воде, умерли, и теперь заново воскресли, облеклись во Христа Иисуса. Не надо ни одного слова добавлять. Понимаете, здесь одна сестра рассказывала, что когда она хотела принимать крещение, надо ей или не надо, когда веровала, и говорит, ей приснился ангел, который ее крестил, как вы говорите, погружая, стоя, а ее крестили в положении лежа. А я говорю, а почему вы это не говорили? Она говорит, откуда кто бы меня принял, я не знаю, поэтому этот вопрос я задал, потому что ей ангел как бы во сне говорил, что стоя погружая. Вы знаете, таких басен, вы к Амбросию, к этому Юрасу обратитесь в Иваново, он вам расскажет сто тысяч с насыпкой, сколько во сне бабки видели, для него любимая эта тема. Нам зачем бабьи басни собирать-то? Павел говорит, бабьи не бабьи. Слово должно быть чистое. 5.20 Исаия говорит, если Слово Божие, говори, как Слово Божие. Где не Слово Божие, нет света. Ей было видение, говорило, ну и пускай она по видению своему идет в ад. Для нас Слово Божие, по нему Бог будет судить 12.48 Иоанна. Слово Мое будет судить последний день. Значит, задача точности исполнить. Бог заповедует это. И так было всегда в церкви Христовой. Но она именно видение по Писанию. Видение это было по Писанию ей. Выбивало название. Следующее. Чтобы крестить правильно не надо ни одного таланта. Надо просто послушным быть. А чтобы обратить человека, свидетельствовать Иоанн Златоуст, нужны тысячи талантов. Как человек живет, домашняя обстановка, на работе, какой психологии он. Все нужно знать. Приять даже погода. А крестить вообще ничего не надо, только послушание. Чтобы был рукоположный священник. А у стеклантов ни одного рукоположного нет. И Священное Писание Киприан Карпагенский такое крещение называется осквернением. И дай Бог, конечно. Ну хорошо, спасибо. Слава Иисусу Христу. Хорошо, что вы любите Слово Божие и спрашиваете по Библии. С вами легко разговаривать. Да, я люблю. Читаю, потом новое прочитаю, потом возникает вопрос. Ну с вами хорошо тоже говорить, вы отвечаете, а некоторые ну если не знают ответить, то потом или убегают от ответа, или говорят много задаешь вопросов, а зачем тебе это надо знать, поэтому и таких людей трудно найти, чтобы можно разговаривать, как говорится, так напрямую. Почему Яков говорит, немногие делайтесь учителями, ибо подвергнитесь большему нареканию? Чтобы говорить, надо знать не просто Евангелие, а знать толкование, собор, постановление, жития. Это огромный-огромный полигон, и он все в церкви. У меня интересный случай был, приходит из 50-ников, хорошо знакомый, Алексей барышников, и говорит, у нас брат проповедник хороший, но впал в блуд, что нам делать? Я говорю, в церкви никогда он больше пропадать не должен, и должен быть, он женатый, не женатый? Женатый, ну на семь с половиной что ли лет должен быть отлучен, за дверями стоять или внутри там одну часть быть. Ну, а мы вот решили там вроде на три месяца, и вот, зачем ты меня спрашиваешь-то? Я говорю, у нас каноны есть, а у вас нету, отрицаете канон, а теперь пришел спрашивать, через три месяца приходит, мы его допустили, а он сейчас опять в блуд впал, а теперь извергается навсегда, а ничего не получится, вы придете, я говорю, к тому же, что у нас есть в канонах, женщина аборт сделала, правило Василия Великого второе, на десять лет отлучается от церкви, на четыре ступени, как поднимается она, сначала слушать, в числе плащущих только два с половиной года, все уже обдумано, книга правил называется, нам не надо умничать, и мы увидим церковь любящая мать, а то, что вы зашли люди, лютые волки, и все расхищают, и даже крещение сегодня не преподают священники, венец на голову не надеваясь, сзади несут, все извращено, а мы должны бороться за это, это церковь, выстоять, на всех клевет и ответить с праведной жизнью, знанием писания, говорите. Хорошо, еще один, ну можно такой, ну появилось, сейчас много появляется у нас на Украине, ну и я так слышу по интернете, много какое-то язычество возрождается, это на, как сказать, на христианском, ну, нас как бы христианское называется государство наше, на этом, и вдруг появляется язычество, которое еще как говорится до Христа были, они там свое возрождают, как это вроде все как бы вышли из верующих и тут вдруг такое отступление в язычество, там как его руно или как там есть такой фильм Никиты Михалкова, называется 12, советую посмотреть, 12, вот так называется, как там судят, мальчишка чеченский там, как судят его, и там собрались, которые судят, а 12 человек, которые там представители от народа, ну, евреи там, и все это, говорит, еврейские штучки, это евреи создали, евреи, Николай Левашов, там Петров был, Константин генерал, они внезапно умерли все, почему, потому что у русских людей есть юнофобия, знаете, что ненависть к евреям, я им говорю, если хочешь быть благословенным, никогда, нигде не проклинай детей Авраама, евреев, никогда, и последнее благословение, плати десятину, остальное, все отставить, все посередине, так вот, у русских, вот это есть, бей жидов, спасай Россию, это русская наработка, евреи на этом сыграли, есть люди, которые ненавидят, они теперь к ним говорят, так у вас и вера неправильная, это вам жидовскую дали, Ветхий Завет, это все жиды придумали, на этой ненависти они возродили, родноверие называется, то есть истинное православие, это говорит, мы, мы, вот они есть язычники, они так себя называют, это евреи придумали, а русские с легкостью все это сглотнул, ну и куда они ведут, да никуда, язычество вообще ничего не имеет, за ним нет ничего, совершенно. Да, просто на что получается, да, не надо нигде себя пятнать тем, что трудно отмывается, ненавистью к евреям, где бы вы ни были, всегда говорите, благословляйте детей Авраама, всех щубайсов, обраморющих, которые ограбили нас до нитки, все государства перекачали в Израиль, несмотря ни на что, благословляй их, не ропщи, и не рассказывай про них худо, им дана особая миссия на этой земле, но они изменили ее, от высшего перешли к самому нижайшему. И от них будет Антихрист, от колена Данова, в Иерусалиме, сядет как Бог, три с половиной месяца будет царствовать, и придет конец всему. Пожалуйста. Да, ну хорошо, пока, ну пока, спасибо, если у меня еще вопросы, потом... Так, все, закончилось, время закончилось, призываю к молитве, Сережа. Молимся. Достойно есть я, кого истинно, но ложитесь я, Богу лицу, и сноважешь, и вы не ворочу, и Матерь Бога, на нашей воле, и свящую хероген, и славейшую бесконечность, и все ходи, и сноважешь, и я, Богу, сноважешь, и улучшу, Богородицу, так величай, аминь. Спаси, Господи, благослови именем Твоих. Благодаря, смолитесь. Отец наш Небесный, мы просим Тебя во имя Спасителя нашего Иисуса Христа, умершего за греки нашим, помоги нам, слышно, и Слово Твоего сохранить и принести добрые плоды. Я прошу Тебя, Владыка, услышь голос наш, даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии. Благослови правителей, чтобы мудро поступали, издавали добрые законы, и сохрани их от покушения на них. Даруй патриархам, епископам, священникам духовное рождение свыше, и пастве их водительства Духом Твоим святым. Слава Тебе за мирное время еще, которое продолжается здесь. За все Тебя хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос, Богом! Спаси Христос! Отключай, Сережа, нас! Так, Глушков, Игорь, можно тебе вопрос? Ну давай тогда сюда. Игорь Негода.